В окружной столице прошло заседание Координационного совета по вопросам здорового образа жизни и профилактики заболеваний под председательством куратора социальной сферы Ямала Татьяны Бучковой. Встреча прошла в режиме видеоконференции. На связь с главной студией вышли все муниципалитеты. Сегодня участников заседания собрал приятный повод подведения итогов окружного конкурса проектов ЗОЖ «Здоровый муниципалитет». Лабытнанги заявились на участие сразу в двух номинациях. Детско-юношеская школа «Юны» в своем проекте рассказала о спортивной жизни и достижениях своих воспитанников. В качестве примера взят небольшой временной отрезок – 2017 год. За этот период коллективом школы была проведена огромная работа по привлечению детей к массовым занятиям спорта. Только в текущем году проведено без малого три десятка состязаний, в которых приняло участие 933 человека. Таким образом, взрослые приобщают юных лабытнанцев к здоровому образу жизни. Жизнь в ярких красках творчества продвигает и молодежка. В своем проекте сотрудники отдела молодежной политики и туризма рассказали о своем детище – флешмон фестиваля «Дэнс Микс». Им удалось воплотить в жизнь задумки хотелки лабытнанских подростков, увлеченных танцами. Таким образом, под конец 2013 года в развлекательном клубе «Зодиак» был дан старт масштабному танцевальному проекту. Он был начинен огромным количеством участников. У нас этот фестиваль является межмуниципальным, то есть нас радуют также гости из города Салихард. И был и рэп, были батлы танцевальные, были батлы стихотворные и прочее. Так что было все насыщенно, и сейчас мы также не избавляем градусов. 2017 год для фестиваля станет юбилейным. В этот раз организацией пятого танцевального праздника будут заниматься специалисты молодежного центра. Идейные вдохновители уверяют им, удастся вдохнуть новую жизнь в этот фестиваль. Старт мероприятия будет дан 13 декабря в 7 часов вечера. Место встречи неизменно – развлекательный клуб «Зодиак». Пятый юбилейный «Дэнс Микс» мы сделали уже для работающей молодежи. Ну, естественно, посетить его могут все, но конкретно участники будут работающая молодежь. И мы наполнили его интересными заданиями, этапами, турами. Немножко поменяли формат, и это будет выглядеть в этом году по-другому. Я пока всех секретов не расскажу, поэтому приходите, участвуйте, это будет обязательно интересно. Главный посыл танцевального фестиваля, собственно, как и спортивных соревнований, представленных в социальных проектах, пропаганда здорового образа жизни. Сегодня в рамках заседания Окружного координационного совета подвели итоги, наградили победителей регионального конкурса «Ямал. Территория здоровья». Участники встречи отметили высокую активность городов и районов округа. В конкурсную комиссию поступили 34 заявки, две из города Лабутнанги. Наши проекты были отмечены, однако призовых мест не взяли. Но главное не победа, а то, что благодаря авторам проектов удается воспитывать подрастающие поколения, прививая детям правильные жизненные ценности. Светлана Келькер, Кирилл Синитеев, программа «Время местное».